Кто такое фиброцементный ссадин кедрал? Какие особенности имеет этот материал и на что обратить внимание при выборе монтажной организации? Обычный кедрал. Это доска длиной 3 метра 66 сантиметров, шириной 19 сантиметров и толщиной 1 сантиметр. Он бывает гладкий, так называемый смуз, чем-то напоминающий штукатурку, а бывает с фактурой под дерево. Его обычно монтируют с нахлёстом 3 сантиметра. 2 сантиметра мы отводим от края, закручиваем саморезы и добавляем еще 1 сантиметр для того, чтобы перекрыть эти саморезы. У нас получается скрытый крепеж. Кедрал Клик. Он имеет такую же длину 3 метра 66 сантиметров, а вот по ширине он немного уже. Его полная ширина всего 186 миллиметров. Он отличается от обычного кедрала тем, что у него есть специальный замок. Устанавливаем первую панель, вставляем кляймер, устанавливаем вторую панель. Сантиметра 12 миллиметров. Это сделано для того, что если замок будет слишком тонкий, то при монтаже он будет ломаться. Кедрал один из немногих материалов, который можно монтировать и зимой, и летом. Он не горит, не шумит, не ржавеет. Его не нужно красить каждые 3-4 года. Он имеет достаточную прочность. Конечно, если вы не возьмете молоток или кувалду, и не начнете долбить по этому фасаду. В этом случае, наверное, ни один фасад не поможет вам. Кедрал также можно сочетать и с другими материалами. Например, в этом году у нас был объект, когда мы несколько материалов использовали на одном доме. Два эркера мы обшили кедралом с нахлёстом 3 сантиметра. Основные стены и цоколь мы обшили искусственным камнем каньон. А верхнюю часть стены мы обшили кедралом клик, установив его вертикально и разделив межэтажным бордюром, который также сделали из кедрала. В домах бывают открытые террасы. У заказчиков часто возникает вопрос, с каким материалом обойти несущие столбы. И неважно, какой фасадный материал вы выбираете. Это могут быть пластиковые фасадные панели. Это может быть виниловый садинг или металлический садинг. Кедрал идеально подходит для обхода столбов. Свесы кровли. Они есть в каждом доме. И кедралом можно подшивать и вдоль, и поперёк. Он прекрасно подходит для закрытия лобовой доски так, что её точно не поведёт, как пластиковую джифаску. У этого материала есть все необходимые доборные элементы. Вентиляционные сетки, герметичные ленты, специальный крепёж, металлические углы. Всё для того, чтобы ваш дом сделать произведением искусства. Мы также можем немного варьировать цену. Например, мы можем взять металлический угол и кедрал подогнать к нему. А можем взять доску, распустить её пополам и установить с двух сторон вертикально. Таким образом мы можем немного экономить деньги. В ассортименте есть 30 цветов. Всё для того, чтобы реализовать любое дизайнерское решение. Есть тёмные цвета, которые точно завтра не выгорят. Как правильно выбрать монтажников? Первое. Не выбирать только по цене. Конечно, цена это важно, но навряд ли самые бюджетные монтажники качественно смогут смонтировать вам фасад. Я знаю таких заказчиков, которые разочаровались в материале, в дорогом материале, только из-за того, что им неправильно сделали. И, конечно, это не значит, что самые дорогие сделают вам лучше всех. Часто это бывает не так. Кедрал в России находится более 10 лет. А это значит, что уже появились монтажники, которые этот материал точно делали. А может быть, даже и не один объект. Поэтому нужно обращать внимание на опыт. Может быть, есть фотографии или видеоролики. Посмотреть, каким инструментом будет произведён монтаж. Какие гарантийные обязательства вам дадут. Может быть, есть возможность съездить и посмотреть те объекты, которые бригада уже делала. А может быть, есть какой-то объект в работе. И на него также можно съездить и посмотреть. Помните, при выборе монтажной организации важно понимать, какой конечный результат вы получите. Что касается стоимости материала. Никогда не обращайте цену за квадратный метр, потому что это ошибочно. Нужно понимать, сколько денег вы отдаёте в целом за объект. С учётом монтажа, утеплителя, обрешётки, плёнок, крепежа, самого фасадного материала, обхода окон, углов и так далее. Примерно по стоимости мы можем сопоставить фиброцементный сайдик с фасадными панелями, если мы смотрим в целом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и смотрите нас каждый вторник в 20.00 по московскому времени. Всем пока!